Я попытаюсь с вами поделиться сегодня тем опытом и теми методами, которые мы стали применять на уровне управления не просто всей деятельностью, а, собственно, своим фондом и контентом, который есть в деятельности Библиотеки Банка России. Прежде чем, собственно, рассказать о самой деятельности, давайте еще раз поговорим, собственно, если вы обратили внимание, то целиком тема нашей дискуссии посвящена не только каким-то гибким практикам управления. Но и особая история, которая появилась в жизни у каждого из нас раньше или позже, опять-таки, есть очень много прочтений этой аббревиатуры, да, ВАК, ВУКа, все что угодно, да. Ведь, на самом деле, это тоже не вот новая какая-то история. Она появилась еще в 80-е годы и, как, наверное, многие знают, появилась вообще у военных при разработке каких-то стратегий, связанных с управлением деятельностью войсками в целом и их обеспечением. Нужно сказать, что и некоторые стандарты управления проектами развивались точно так же. Например, стандарт «Принц» появился ровно по той же самой причине когда-то в британской армии. Собственно, сама эта аббревиатура собралась из четырех основных угроз, которые, считается, несет любая внешняя среда для нашей с вами деятельности и наших проектов. Это нестабильность, то есть невозможность построить какую-то долгую стратегию или долгий проект на значимый период времени. Это неопределенность, когда мы с вами даже при использовании всех возможных и самых прогрессивных методов управления, к сожалению, не можем гарантировать ожидаемый результат на 100%. Сложность или комплексность, которая, как мы с вами уже, собственно, второй день говорим, сопровождает каждый библиотечный проект или библиотечную деятельность, но не можем мы с вами оторвать каталогизацию от обслуживания или же, соответственно, откомплектование или отделить только какие-то общественные начинания, которые мы с вами реализуем в наших учреждениях. Любая библиотека – это комплекс всех мероприятий, которые мы когда-то вынуждены, а когда-то, наоборот, по велению души с вами реализуем. Ну и последняя неоднозначность, я думаю, с этим тоже сталкивается каждый из вас, когда каждый раз нам приходится учредителю, руководителю или партнеру объяснять, а почему же нам нужно то или иное или, собственно, для чего мы хотим запуститься с тем или иным проектом. Собственно, вы знаете, в ответ на вот этот подход когда-то была разработана в начале 2000-х модель, которая стала считаться неким антидотом этим угрозам, собственно, с ровно тем же названием, опять ВАК, ВУКА, но, собственно, появилась она в Кремниевой долине. Считается, что отцом этого инструмента является Роберт Йоханссон и считается, что можно преодолеть вот эти угрозы или хотя бы как-то перейти к проактивному управлению рисками наших с вами проектов, если первым инструментом использовать видение, то есть фактически это означает сценарный подход. Когда мы разрабатываем любое управленческое решение, нам будет необходимо с вами продумывать, если даже не положив на бумагу, но продумывать несколько возможных исходов, что будет, если, я думаю, вот как раз сейчас мы с вами с этим сталкиваемся, что называется, в полный рост, особенно там, где у нас есть IT-компоненты в наших с вами проектах. Соответственно, второе – это понимание, то есть это оценка того, собственно, на что любое действие, любой блок проекта или любая совокупность мероприятий должна иметь какие-то количественные оценки. Очень долго мы сами зачастую работали по доите, когда мы оптичевали проект. Да, сделано, ну и, собственно, и ладно. А с чем мы из этого вышли, какой опыт из этого можем вынести, не так давно мы сами стали накапливать. Следующее – это ясность, это возможность как раз идентифицировать все риски, которые будут связаны с реализацией того или иного проекта или комплекса мероприятий. Ну и последнее – это как раз гибкость, о которой мы с вами и будем говорить в дальнейшем. Нужно отметить, что ровно вот эти же тенденции отметила ИФЛа в своем докладе еще в 2019 году. Обратите внимание, что как раз ровно три вот этих же блока инструментов безотносительно ВУК и безотносительно каких-то проектных подходов отмечены в докладе, которые назывались «изменения глобальных трендов» или «обновления». Соответственно, ровно все те же формулировки. Неопределенность в работе с информацией, всегда использование комплексного подхода в работе и масштабирование работы в зависимости от того, а что же мы хотим поместить в проект. Нужно отметить, что я думаю, что вы каждый день сталкиваетесь в своей работе с тем, что либо наши же сотрудники, либо наши же партнеры, иногда и наши руководители имеют в виду под проектом все, что угодно. Нужно отметить, что и какого-то единого подхода, стандарта, определения на сегодняшний день не существует. Именно как раз в зависимости от каких-то ключевых моментов и начали появляться еще в середине 80-х стандарты управления проектами. На слайде вы видите основные. Вы знаете, красным выделил только то, что Банк России в своей деятельности решил положить в углу угла, потому что, забегая вперед, начиная с 2021 года Банк России ушел от использования чистого стандарта PMI, PMBOK и начал разрабатывать собственную методологию управления проектами, в том числе и проектами, реализуемыми в сфере информационно-библиотечного обеспечения. Соответственно, во главе угла лежит 4 базовых элемента, которые должны быть абсолютно подконтрольны и не подлежать корректировке даже в соответствии с agile методом. Соответственно, это ресурсное ограничение. Мы имеем именно общее ограничение по ресурсу. Да, мы можем ресурсы переносить в пределах проекта из одного периода в другой, как раз под воздействием каких-то изменений, но общий бюджет менять не должны. Соответственно, это четко поставленная цель. Обратите внимание, что мы чуть отошли в своей деятельности от того, что цель проекта должна быть единой и неделимой. Мы, собственно, реализуем в том числе и программы, то есть совокупность проектов с этапной реализацией. Следующее – это временные ограничения. То есть любой проект запускается с точной датой начала и конца. И на сегодняшний день мы приняли решение о том, что окончание проекта может быть перенесено только либо по решению или обращению партнера в совокупности с которым или в кооперации, с которой мы реализуем проект, либо в связи с форс-мажорными обстоятельствами, которые закреплены в самом проекте. Соответственно, пропустим момент, связанный с уникальностью продукта. Коллеги, здесь речь идет не об инновационности. Речь идет о том, что для каждого отдельного периода в проекте мы хотим достигнуть того, чего у нас еще нет. Не нет в смысле на рынке, да, и недоступно всему обществу, а нет именно у нас, как у группы людей, запускающих тот или иной проект. И, соответственно, еще одно, что появилось у нас в прошлом году, и то, что мы привнесли из стандарта ИСО, это набор контролируемых и управляемых видов, то есть все параметры, по которым будет оцениваться проект, закрепляются самим проектом. То есть отдельного внутреннего регламента, в том числе и в корпоративной библиотеке Банка России, по KPI им нет. В каждом проекте свой набор KPI. Нужно отметить, что вообще, на мой взгляд, готов, собственно, поспорить в рамках дискуссии, но, тем не менее, джал-методы в библиотечных проектах стали появляться именно с увеличением объема, вот не количества, а именно объема цифровизации в наших с вами проектах. Этому же, собственно, вторит и стратегия, о которой мы вчера уже говорили. Собственно, попытался вынести на слайд четыре базовых следствия цифровизации библиотечных услуг, которые заложены в стратегию развития библиотечного дела. И, собственно, в силу этого, раз значимая часть наших с вами проектов связана в том числе и с технологической компонентой, будь то построение экосистемы, будь то цифровизация каких-то отдельных направлений деятельности, она уже не сможет жестко управляться по какому-то негибкому стандарту или без применения гибких инструментов. Собственно, прежде чем начать применять в деятельности Банка России, было проведено исследование использования гибких методов, было исследовано несколько именно корпоративных библиотек. Собственно, и на текущий момент принято решение и уже начата разработка собственного стандарта Центрального Банка Российской Федерации по управлению проектами. Говоря именно о библиотеке Центрального Банка, стоит отметить, что она территориально распределенная, во всех регионах, собственно, без исключения, выполняется функция информационно-библиотечного обеспечения, которая закреплена в перечне основных бизнес-процессов Банка России, которых на сегодняшний день 102. Соответственно, из этих 102, 2 относятся к подразделению, которое и является библиотекой. Собственно, эти два процесса, это непосредственно обеспечение и заметьте развития информационно-библиотечной деятельности и организация выполнения письменных переводов. Эта функция тоже полностью собрана сейчас в пределах подразделения информационно-библиотечного. Соответственно, мы используем одну единую систему автоматизации библиотечной деятельности, которая точно так же территориально распределена, и помимо этого в центральном аппарате, то есть в головной библиотеке, ведется сводный каталог, который включает записи как непосредственно по хранению и комплектованию в центральном аппарате, так и во всех территориальных подразделениях Банка России. Что еще подтолкнуло нас к тому, чтобы начать использовать не только в пределах комплектования традиционными видами справочно-информационного фонда, но и, собственно, к так называемым новым электронным ресурсам, это три базовых тренда, которые мы четко отследили на текущий момент в проектах, которые реализуются на рынке. Первый – это то, что фактически ни один сотрудник Банка России сейчас не ведет свою профессиональную деятельность, обеспечением которого, собственно, и занимается библиотека, не используя какие-то электронные устройства, несмотря на все контуры безопасности, несмотря на все правила и требования. Значит, получается, что раз мы должны не просто обеспечивать потребность, а, собственно, не дать возможности отказаться от информационно-библиотечных услуг, соответственно, одним из основных трендов наших проектов является возможность масштабирования инструментов информационно-библиотечного обслуживания на те гаджеты, которые используют в рамках профессиональной деятельности наши пользователи и читатели. Еще одно – это те ограничения межстрановые, которые сейчас у нас есть на технологии и, собственно, на права. Даже те, которые нам уже были предоставлены ранее. Например, у нас только до 4 августа будут действовать права на такие продукты, как Acrobat Reader. После этого компания Adobe отзывает права в силу того, что именно на Банк России были наложены санкции. Поэтому мы сейчас находимся в поиске как раз технологических альтернатив по замене. И еще один тренд, который, собственно, тоже мы полностью на себе почувствовали, это нехватка квалифицированных кадров. Не для библиотечного обслуживания, а именно для того, чтобы отбирать и, собственно, доносить до пользователя тот контент, который будет ему необходим для реализации профессиональных задач. Помимо этого, здесь перечислены и другие тренды, с которыми мы столкнулись. Но эти три стали базовыми для того, чтобы давать свои какие-то дополнительные рекомендации в методологии управления проектной деятельностью Банки России. Исходя из этого, мы выявили 10 аспектов, учет которых необходим при разработке любого проекта, связанного с контентом, как уже входящим в справочный информационный фонд, так и, соответственно, тот контент, который в фонд мы не включаем, но при этом комплектуем для цели обеспечения профессиональной деятельности. Я вкратце пробегусь по перечню, которую вы видите перед собой. Вот я, знаете, пытался его отстроить в порядке именно возникновения и значимости при разработке проекта. На текущий момент основным, с которого мы начинаем любой проект, является юридический или правовой, в рамках которого мы выявляем те ограничения, которые будут именно на элементы справочного информационного фонда, и ограничения его хождения между пользователями, в интересах которых мы его, собственно, формируем. Помимо этого, еще одним ограничением на текущий момент являются лицензии, которые существуют или, наоборот, не существуют на те инструменты, которые нам предлагаются прежде всего в сфере IT-обеспечения. Второй элемент коммерческий. Коллеги ничего общего с какими-то доходами это не имеют. Коммерческие – это исследование рынка. То есть это исследование предложений, считайте, бенчмарк, которым мы могли бы воспользоваться, не изобретая велосипед в каждом из наших проектов. Фактически это определение того, а можем ли мы типизировать какое-то решение, уже существующее, либо подстраивая его под себя, либо это невозможно, и значит разработка должна идти с нуля. Следующие два взаимосвязанных аспекта – это технический и технологический, то есть какие элементы активов, техники нам потребуются для того, чтобы реализовывать проект, и какие соответствующие технологии, как непосредственно в библиотечной, так и в смешанных областях, потребуются для того, чтобы техника корректно выполняла возлагаемые на нее надежды, то есть те функции, которые мы ставим в данном проекте. Следующий – институциональный. И вы знаете, на сегодняшний день для нас он один из самых сложных, потому что институциональный аспект, по нашему мнению, это тот, который посвящен фактически исследованию среды, в которой нам придется проект реализовывать. Начиная от ограничений, например, по энергообеспечению, соответственно, по социальному обеспечению, потому что некоторые из наших подразделений, например, полевые учреждения Центрального банка, они так и называются полевые, потому что реально находятся в чистом поле. Значит, далеко не все технологические проекты мы могли бы там реализовывать, но, значит, там мы могли бы размещать какие-то информационные хабы или же, собственно, хранилки, которые бы позволили распределенно точно так же хранить и сохранять ту информацию, которую мы генерируем. Соответственно, получается, что сюда же будет входить еще один элемент, это элемент, связанный с логистикой. То есть обеспечением всего, что нам потребуется для того, чтобы этот проект А был запущен в срок, и Б был не просто закончен в срок, а отдал тот результат, ради которого он запускается. Дальше два, опять-таки, связанных аспекта экономический и финансовый, даже поясню разницу. Никак это не связано с основной профессиональной деятельностью Центрального банка. Дело в том, что на уровне экономического аспекта нужно ответить самим себе на вопрос, а про объект проекта сам по себе стоит запускать или нет? Стоит ли он того, чтобы вообще быть реализованным с точки зрения того количества ресурсов, которые мы уже к этому моменту идентифицировали, и того результата, который мы от этого получим? А финансовый – это дополнительный к этому аспект, который, собственно, будет говорить о том, за счет каких же источников этих самых ресурсов проект будет реализовываться, и как тогда эти источники привлекать. То есть, грубо совсем, что пообещать партнеру, с которым мы будем этот проект реализовывать, или же, собственно, какую отдачу мы получим на те ресурсы, собственные, которые в этот проект будем направлять. Два следующих аспекта – они самые тяжелые в управлении, на мой взгляд. Социальный имеет две оборотных стороны. С одной стороны, социальный – это характеристики тех пользователей, читателей, ради которых мы, собственно, все это и завариваем, и затеваем. То есть, получается, что это выявление тех особенностей, ну, если хотите, личности, пока безликого, да, для проекта портрета пользователя, который, собственно, в этом проекте будет основным действующим лицом при его запуске. Но, с другой стороны, социальный – это ведь еще и те характеристики, которые мы должны дать нашим HR-партнерам для набора в этот проект персонала. Мы уже вот ровно в этой же аудитории вчера говорили, когда обсуждали о развитии библиотечной профессии, а какие же должны быть характеристики, которые должны быть заложены в профстандарт, или которые должны быть оставлены, или же, наоборот, убраны из образовательных стандартов. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, это один из параметров, которым управлять достаточно тяжело, потому что у нас не так много возможностей воздействия. Что касается интеллектуально-культурного, это еще одна характеристика, поскольку у нас с вами проекты, ведь так или иначе, связаны с библиотекой. И не просто так или иначе, они реализуются в библиотеке, которая является непосредственной частью не просто культурного кода, как сейчас принято говорить, но и, собственно, которая создает, накапливает, генерирует, и распределяет какую-то единицу интеллектуального ресурса в интересах, опять-таки, пользователя, а не просто потому, что нам так удобнее, проще или быстрее это скомплектовать у себя. И последний аспект, он всегда будет последним, на мой взгляд, во всех проектах. Это оценка и анализ рисков. А перечень рисков – это 9 выше приведенных. То есть как бы ни писали стандарты про матрицу рисков 3 на 3, операционные, финансовые, коммерческие, и, собственно, вот то, с чем мы, собственно, столкнулись в нашей деятельности, те 9 базовых рисков, которые есть в любом из наших проектов. Не претендую на то, что перечень исчерпывающий, скорее всего, в зависимости, опять-таки, от партнеров, участников и объекта, перечень может быть и иным. Говоря о том, почему же все-таки при всей, казалось бы, красивости вот этой цепочки и схемы недостаточно только ее, и приходится применять гибкие методы, я тоже думаю, что вы совсем всегда с этим сталкиваетесь. Основной причиной, по которой срывается или не реализуется большая часть проектов, именно проекты, которые так и остаются на бумаге проектами, является сопротивление наших же с вами сотрудников. Опять-таки, мы вчера на всех практически мероприятиях говорили в каком-то разрезе о квалификациях, в каком-то разрезе о вязкости коллектива и, соответственно, необходимости его обновления, в том числе, что заложено в стратегию. Но зачастую первые, кого приходится убеждать в необходимости реализовать проект, это наши же с вами сотрудники, прежде чем мы пойдем на комитеты к представителю-учредителя или к партнеру. Потому что наши с вами сотрудники, как сегодня Наталья Викторовна сказала в утреннем заседании, они, так же, как, собственно, и все мы с вами, исходно изначально ленивы. И есть путь, которым что-то делать привычнее, проще, уже накатано. И вдруг ты приходишь, что-то начинается. Вот он там опять нагенерил, сейчас мы там, вот пойдем. Коллеги, на это уходит достаточно много времени. Иногда кратно, собственно, разработки самого проекта. Именно поэтому и Джауэл более качественен в этой ситуации, в библиотечной сфере, на мой взгляд. Потому что он позволяет запустить проект еще на том уровне, когда полностью во всех аспектах он может быть еще и не разработан, но утвержден в каких-то элементах. Собственно, вот что значит в этой ситуации релиз понятия, которое пришло из IT-сферы? Это как раз та часть проекта, тот этап, который мы готовы с вами реализовать с действующей командой и, соответственно, выбранной из ней командой проекта с имеющимися ресурсами. И результат которого позволит войти тогда в следующий релиз. Именно поэтому при всей стройности стандартного подхода, да, с аспектным регулированием, с качественным длительным планированием без вот этой компоненты на сегодняшний день, на мой взгляд, обойтись очень тяжело. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы сейчас или за пределами. Желаю всем последующим докладчикам удачи и надеюсь, что действительно нам удастся применять опыт друг друга в нашей с вами деятельности. Спасибо большое еще раз. Илья Леонидович, а можно сразу же вопрос? Ну, я пользуюсь правом ведущей. Вот последний аспект, о котором вы говорили, это команда, это персонал. Все-таки вот при сложившейся ситуации, когда достаточно сложно убеждать людей в том, что нужны какие-то инновации и так далее, и мы как руководители всегда на это тратим огромное количество времени, каким же способом все-таки вы предполагаете сформировать команду проекта? И будет ли в этой команде один из принципов управления NJR, да, это маленькие группы, которые могут под задачи выполнять? Каким образом вы планируете это сделать? Спасибо, вы вот почти ответили на свой вопрос. Мы пошли именно по этому пути. То есть, да, у нас есть команда, в нашей библиотеке она небольшая, в центральном аппарате это 33 человека и, соответственно, от двух до семи в территориях. Каждый раз, в зависимости от того, с чем связан проект, а мы приняли решение о том, что вся деятельность по информационно-библиотечному обеспечению в Банке России будет опираться теперь только на проектные принципы, под каждый проект мы будем набирать вот эту мини-команду, исходя не из того, что это Иванов, Петров, Сидоров, Семенов, Степанов и так далее, а исходя из того, а какой функционал каждый из сотрудников, который есть в центральном аппарате или же в региональных подразделениях, мы можем, собственно, закрыть, привлекая его как ресурс в наш проект. Да, может быть, меня очень долго будут ругать наши HR за то, что я стал относиться к персоналу как к ресурсу для реализации проекта. Но, тем не менее, вы знаете, с этим подходом мне проще и, собственно, проводить какие-то собеседования для того, чтобы привлекать к себе сотрудников. Потому что я точно знаю, что помимо основного функционала, да, вот этих трех наших стандартных групп функций, связанных с обслуживанием, комплектованием и каталогизацией, у меня будут и другие. И эти другие могут возникать чаще или реже в зависимости от того, есть у меня ресурсы или нет. Именно поэтому основной принцип теперь это отбор под проект. Это не означает, что персонал временный. Нет, у нас точно так же трудовое право, от которого мы даже и не планировали уходить. Просто сотрудники теперь будут вовлекаться не во все проекты и все подряд, а, собственно, в конкретные проекты в зависимости от несомого ими функционала. Коллеги, вопросы еще? Комментарии, пожалуйста. Только представляйтесь, пожалуйста. Арсен Боровинский, основатель библиотеки «Элис». У меня вот первый вопрос. Я так понимаю, если вы полностью переводите все процессы на проектное управление, это означает, что у вас будет повсюду KPI, и это означает, что у вас зарплата сотрудников будет сильно завязана на его выполнении, будут часто прыгать. Это правильно? Частично. Да, у нас везде KPI. В каждом проекте свой набор KPI. Зарплата сотрудников состоит из двух частей. Базовой, которая заложена в трудовом договоре, и премиальной. У какой-то части сотрудников премии раз в месяц, у какой-то раз в квартал, в зависимости от того, участвовали или не участвовали в проектах, и, соответственно, какая надбавка получилась. Да, постоянной зарплаты одной едины, у нас больше нет. И еще один вопрос. Смотрите, в проектном управлении одна из проблем в том, что люди не хотят выполнять задачи, которые не входят в конкретные те проекты, которые они сейчас выполняют. Вот это проблема? Как боретесь? Расскажу. У нас есть стандартная должностная инструкция за стандартный оклад, где прописаны те виды трудовых функций и действий, которые они должны выполнять изо дня в день. Но при включении их в проект с ними заключается временное дополнительное соглашение к трудовому договору, где прописывается тот функционал, который в течение времени проекта они должны будут реализовывать. Да, это увеличило объем бумажной работы, но однозначно сократило количество вот этого сопротивления, что а вдруг мне не заплатят, а вдруг я буду делать то, что никому не нужно, или вообще не буду этого делать, потому что не буду. Именно поэтому получилось, что мы пошли по, может быть, бюрократическому пути, но закрепление под проект временными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и контрактам, того функционала, который в проекте нужен. Я просто могу еще дополнить по опыту Петербурга с точки зрения материальной, так сказать, стимулирования. У нас есть так называемый контракт эффективности. Я не знаю, во всех ли регионах он есть, в Петербурге он есть. И когда заключается сотрудником контракт эффективности, там прописано, что премии они получают, предположим, раз в месяц, раз в квартал, при помощи оценки определенных критериев. В том числе, вот мы в своей библиотеке, я думаю, многие библиотеки тоже по этому пути пошли, прописывают участие в проектной деятельности. Это инструмент для того, чтобы материально можно было поощрить сотрудника за участие в проектной деятельности, потому что мы прекрасно знаем, что есть всегда сопротивление. Поэтому тут вот такой способ тоже возможен. Контракт эффективности, он так и называется. Ну вот у нас тоже эффективные контракты, но каждый раз с допами, потому что иногда функции, связанные с проектом, очень тяжело заложить в стандартную должностную инструкцию. Именно поэтому путь вот такой. Да, конечно. Позволю себе добавить, на самом деле, Павел Лушников, РГБ. Представьтесь, пожалуйста. На самом деле, у нас немножко другая ситуация. У нас довольно тяжело с эффективным контрактом. Он как бы есть, но такой весьма формальный. По крайней мере, у сотрудников, которые работают больше пяти лет. Вот. И там достаточно формальный KPI. Но при этом четко совершенно понятно, что люди, во-первых, хорошо работают, хорошо делают только то, что им нравится. Прямо то, что им нравится, они делают очень хорошо. И при формировании проектной команды надо, конечно, стараться искать именно таких мотивированных людей и искать их, собственно, точки гордости, точки нематериального стимулирования. И на самом деле очень хорошо работает нематериальное стимулирование. Извините, поставить человеку новый монитор большой, побольше, поставить удобное кресло, ну и так далее. Отлично работающий и недорогой мероприятия. Это метод. Спасибо. Но мы в управлении знаем, что есть материальные и нематериальные стимулы работы. Поэтому здесь, конечно, могут быть нематериальные, могут быть самые разные. Да, спасибо. Пожалуйста. У всех такие возвышенные вопросы. У меня... Представьтесь, пожалуйста. Евгения Пениско-областная библиотека имени Леонидова. У всех такие возвышенные вопросы у меня приземленные. Вы сказали об Адобо-Акробате, что будете менять. У меня тоже есть такая проблема. У нас, конечно, не из-за санкций, но есть уже какие-то варианты, которые вы отсмотрели? Есть порядка восьми. Ни один из них нам не подошел, потому что на Адобо у нас зашита еще и та часть электронной библиотеки, которую видят в читалке пользователи. Было два близких, но тогда, понимаете, как исходя из баланса переписывать читалку, да, то есть менять какую-то часть программного обеспечения или же, пока мы ничего не выбрали. Если хотите перечень, напишите мне в почту, я готов прислать, что мы отсмотрели. Хорошо, спасибо. Контакты еще. Еще раз покажете на слайде контактики, чтобы сфотографировать. Да. Спасибо. Еще коллеги, вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok